Всем привет, меня зовут Юрий Насердинов, я старший PHP-разработчик в компании Badoo, и, соответственно, я буду рассказывать про то, как мы переходили на PHP 7. Значит, для начала я бы хотел немножко рассказать о нашей компании. Мне кажется, не все знают, что такое Badoo. Мы являемся крупнейшей в мире социальной сетью для знакомств с новыми людьми, и недавно мы праздновали 300 миллионов пользователей на нашем сайте, зарегистрированных и работающих. Мы не являемся поисковым сервисом китайским и не являемся операционной системой от Самсунга. Нас часто путают. Мы вместо этого разработали PHP-FPM, например. Итак, о чем я буду рассказывать? Во-первых, я немножко расскажу о том, как устроен наш сайт с точки зрения поступления веб-запросов на него, про то, как мы экспериментировали с HHVM, и, соответственно, также расскажу про непосредственно процесс перехода на PHP 7 и про то, что у нас получилось. Итак, ну какая еще архитектура, да? Ну, в общем, вот такая. Это несколько слоев серверов. На первом слое мы имеем GTM и LTM от компании F5 Systems. Это железное решение. GTM выбирает дата-центр, в который нужно приземлить запрос на основании географии пользователя. А LTM занимается тем, что те запросы, соответственно, которые пришли на этот дата-центр, он их распределяет по следующему слою бэкэндов. У нас, я выделил две группы серверов. Одна из них принимает веб-трафик, и он идет на PHP FPM, его назвал здесь VVV, кластер. Вот, там где-то 700 машин. И кластер для отдачи и кэширования фотографий. И в нем где-то 200 машин. А все остальное это составляет наш бэкэнд. Соответственно, здесь на диаграмме можно видеть то, что примерно четверть серверов у нас составляет сервера с PHP FPM. И, соответственно, здесь есть огромный простор для оптимизации, для того, чтобы мы могли выдерживать большую нагрузку меньшим количеством серверов. Вероятно, с таким распределением, вот как на этом слайде, что 25% занимает FPM, 25% занимает MySQL, столкнулась еще одна компания, Facebook, и разработали замену для PHP интерпретатора под названием HHVM. Значит, что это такое? Это уже вторая попытка Facebook сделать некоторую замену стандартному PHP интерпретатору. И первая замена у Facebook заключалась в том, что это был статический компилятор PHP в C++, и назывался HipHop Compiler. А HHVM расшифровывается, соответственно, как HipHop Virtual Machine, и вместо того, чтобы статическую трансляцию осуществлять, они делают JIT-компиляцию, то есть трансляцию кода в нативный на лету. И также, вероятно, для того, чтобы облегчить работу JIT-компилятору, они придумали новый язык, который напоминает немножко исковерканный PHP. То есть это PHP с типами, но не совсем PHP. Какие плюсы у этого решения? Мы рассматривали HHVM в основном из-за его скорости. На наших бенчмарках он показал четырехкратный прирост скорости. Я бы не верил моим цифрам. Я бы рекомендовал по бенчмаркам сейчас. Скорее всего, цифры вы получите немножко другие. И также у нас возникло очень мало нареканий по совместимости с PHP 5, то есть очень хорошо работает с нашим кодом. И есть еще две особенности, которые намного реже уже упоминают. То, что HHVM позволяет деплоить так называемый hhbc файл, hip-hop-байк-код, который чем-то напоминает фар-архив в PHP, но отличается тем, что, в общем-то, вы не можете модифицировать никакие файлы, которые вы в этот архив заливаете, и даже не можете, насколько я знаю, с помощью Eval, например, создавать классы. Это позволяет хип-хоп виртуальной машине еще сильнее оптимизировать код, потому что она знает то, что он меняться не будет. И также, вероятно, для Facebook это актуально, что у них есть, собственно, вся их архитектура, насколько я знаю, построена на MySQL и ММКШ, и логично иметь асинхронный MySQL и ММКШ клиент. Но, как вы догадались, доклад называется «Как мы перешли на PHP 7?» И у HHVM для наших условий довольно много минусов. Ну, то есть самый маленький из них это то, что для кли-режима, например, HHVM стартует весьма долго по сравнению с PHP, и для наших клишных скриптов это, в общем-то, будет ощутимо. Что намного важнее и является основной причиной, по которой мы не смогли на него перейти, вернее, не стали переходить, это то, что API, который предлагает HHVM для расширений, отличается от PHP радикально и, в общем-то, с ним несовместим. Есть некоторый режим совместимости с Zend, но он меняет то, как работает интерпретатор вообще в целом, и кажется, Facebook его не использует. А у нас достаточно много расширений, которые бы пришлось целиком переписывать. Также нету никаких аналогов Ранкита, который мы используем для юнит-тестов, и пришлось бы что-то делать, и совершенно непонятно как. Ну и поскольку он на C++, и это проект весьма большой, например, чтобы добавить функции, на 24-ядерной машине перекомпиляция занимает 10 минут. Может быть, они сделали что-нибудь с этим, чтобы такого не было, но когда мы экспериментировали с нашим кодом, мы добавляли и правили немножко HHVM, чтобы он лучше работал в наших условиях, и ждать компиляции – это очень неприятная вещь. А заодно C++ в нашей компании, в общем-то, практически не используется, и реально готовы поддерживать его полтора человека. Это тоже является недостатком. Ну и при деплое, соответственно, вы должны иметь в виду то, что в HHVM есть JIT-компиляция, и, соответственно, в начале в режиме интерпретатора код работает весьма медленно, и вам нужно делать, грубо говоря, порционный деплой. Это сильно отличается от того, как мы делаем деплой сами. Поэтому мы начали ждать новостей от сообщества PHP, и дождались. Здесь в начале появился проект PHP-NG, который содержал в себе весьма немало правок ядра PHP, которые сильно увеличивали производительность. В PHP 7, соответственно, в релизной версии уже ускорение для реальных приложений составляет где-то два раза. Также для перехода на новую версию стоит отметить то, что переработали парсер и добавили кучу новых фич, например, аннотации типов. Тоже добавили как для языка хак. Как изменилось ядро? В общем-то, некоторые из оптимизаций очевидны, некоторые не очень. Основная очевидная оптимизация – это то, что все хранилища значений переменных и свойств в PHP хранились в структуре звал, и она всегда была ссылкой. То есть в любом случае, если вы хотите даже число присвоить переменной, создавалась новая структура, авоцировалась на кучи, и, соответственно, очевидным решением является для того, чтобы хранить звал, использовать структуры, а не ссылки на структуру. То есть одну звездочку, грубо говоря, из всего кода расширения ядра убрали. Также перевели API на использование ZenString везде, вместо того, чтобы использовать чашь звездочка в перемешку с ZenString. ZenString – это структура, которая хранит всю длину. И, соответственно, в расширениях тоже нужно менять типы. Ну и сильно оптимизированные внутренности. На этом я, наверное, останавливаться особо не буду. Если вы хотите узнать больше про то, как изменилось ядро PHP, например, вы можете посмотреть вот по этой ссылке. Это доклад Дмитрия Стогова на DevConf. Значит, что мы делали со своими расширениями? Мы всего использовали около 40 штук. И, в общем-то, не все из них были совместимы с PHP 7, поэтому мы думали, что, собственно, делать, какие портировать. И придумали то, что мы все портировать не хотим. И посмотрели, сколько нам расширений действительно нужно. И оказалось, что из 40, которые мы использовали, мы можем спокойно отказаться от 11 из них. Остальные мы портировали, которые, соответственно, не были совместимы с PHP 7 на тот момент. Единственное расширение, которое мы портировать не смогли ни собственными силами, ни силами сообщества – это ранкит. И ранкит вообще из себя представляет весьма другое расширение, чем все остальные. Вот на этой иллюстрации можно видеть, что ранкит другой немножко. Об этом я расскажу позже. И когда мы проверяли работу с PHP FPM, в общем-то на DL у нас все работало, на стейджинге тоже все работало, а на продакшене оказалось, что все работает, но в течение нескольких часов. А потом возникает очень странное повреждение памяти. Мы очень долго дебажили эту проблему. Мы компилировали PHP с проверками памяти. Мы даже запускали под валгриндом PHP FPM на продакшене, несмотря на то, что это дает дичайший оверхед по производительности. И реально вместо 100 воркеров на машине может работать под валгриндом один. Но мы ничего не нашли. То есть, грубо говоря, согласно нашим приборам все должно было работать. Мы написали Дмитрию Стогову, и вполне очевидно, что если повреждение идет не в куче, то, скорее всего, это в шариной памяти происходит. Так и оказалось, при сбросе обкотка ша, который мы делали, под высокой нагрузкой происходило повреждение, опять же, общей памяти, и у нас возникали проблемы с неожиданными фаталами при подгрузке классов, которые, в общем-то, никак не лечились, кроме рестарта. Ну и, соответственно, с версией PHP 7.04 эту проблему починили, и мы смогли использовать PHP FPM. Что мы сделали с расширением RankKit? Мы сделали свою альтернативу. Перед тем, как говорить о том, зачем нам вообще нужен RankKit, перед тем, как говорить, зачем мы сделали альтернативу для RankKit, давайте расскажу, зачем он нам нужен. Вообще, Badoo — это достаточно старый проект на PHP. То есть мы, по-моему, как раз в этом году празднули 10 лет. И, как вы понимаете, он был написан на PHP 4, потом он был переведен на PHP 5, и особо никто о том, как делать юнитесты, не задумывался. Поэтому вместо того, чтобы весь продакшеновый код переделывать на какую-то суперкрутую архитектуру с dependency injection, мы решили подключить RankKit и переопределять поведение функций и методов, которые нам нужны на лету. С этим прекрасно справляется это расширение. И вот таким образом мы написали где-то 60 тысяч юнит-тестов, и они обеспечивают нам 50% покрытие кода для пары миллионов строк. И, в общем-то, все очень хорошо работает на самом деле. Также у нас есть тесты, которые RankKit не использует. В основном это Selenium, Kalabash, интеграционные тесты. Функциональные тесты тоже достаточно активно используют RankKit. К сожалению, RankKit завести под PHP 7 не удалось. Как-то общего языка с мейнтейнером RankIta мы тоже не смогли найти насчет портирования под PHP 7. Мы также говорили с разработчиками похожего на RankKit расширение под названием UOPS, User Operations for Zend. И на тот момент, то есть два с половиной месяца назад, когда мы с ним говорили, у меня не было никаких идей, как его можно, как можно починить проблемы, которые были с PHP 7. То есть версия под PHP 7 была, но на наших тестах она дичайше падала. Соответственно, на момент перехода не было ничего, что позволило бы нам запустить юнит-тесты, то есть, в общем-то, без тестов выкладываться на production кажется сомнительной идеей. Поэтому мы решили разработать альтернативу, которая бы позволяла нам сделать то же самое, но желательно без того, чтобы залезать в ядро PHP и не пытаться его патчить на ходу. Вообще, это обычно плохая идея. Поэтому мы решили сделать радикально другое решение. Оно на чистом PHP не требует никаких расширений и занимается тем, что на лету переписывают код. То есть, когда вы делаете, например, include какого-то файла, мы с использованием библиотеки PHP Parser модифицируем исходный код классов и файлов, которые подгружаются, и добавляем туда, грубо говоря, в методы мы добавляем небольшой if, который проверяет, что нужно другое значение вернуть из теста. Функции мы вообще оборачиваем просто все вызовы в наш раппер, который проверяет, не нужно ли подменить значение функции. То же самое происходит с константами. И поскольку это на чистом PHP, у нас нет никаких сомнений, что это будет работать на PHP 7.1 сразу же, как только выйдет PHP 7.1. И я сделал небольшой тест на HHVM, и, в общем-то, на HHVM эта система тоже работает. Она предлагает точно такой же API, как RankIt, в общем-то, по большому счету, и совместимый с ним. Разработка заняла полтора недели, причем так много она заняла, потому что я старался сделать так, чтобы даже баги RankIt были в этой системе учтены, и наши тесты падали как можно меньше. То есть из 60 тысяч тестов у нас через полторы недели начали падать 1 тысяча. И вот 1 тысячу мы начали, соответственно, переписывать. У нас это заняло 3 недели. В архитектуре софтмоков, в отличие от RankIt, да, нету мест, которые работают за O от N, поэтому он, в общем-то, работает так же быстро, как… Ну, тесты с софтмоками работают так же быстро, как RankIt, как с RankIt, но при этом не падают с SIG-фолтами, и в целом все намного более предсказуемо. И да, это работает под PHP 5 и PHP 7, скорее всего будет работать под 5.6 и HHVM, но мы не тестировали особо. Дальше. Для того, чтобы перейти на PHP 7, недостаточно просто тесты поправить, нужно поправить еще и код. И мы нашли очень интересную утилиту под названием PHP 7.mar. ссылка на GitHub, да, здесь на салетах присутствует. Это утилита, в общем-то, разбирает тоже PHP файлы на токены, анализирует, какие места могут быть несовместимы с PHP 7, и говорит вам в виде отчета, что вот эти вот места было бы неплохо поправить. Причем, как вы понимаете, изменения в поведении PHP 7 могут быть очень незаметны с точки зрения пользователя, то есть никаких ошибок они выводить не будут, но при этом будет ломаться бизнес-логика. Поэтому крайне желательно все места, где есть несовместимости между PHP 5 и PHP 7 посмотреть глазами. Вот. Тут приведены некоторые другие моменты. Например, мы расширение MySQL наконец-то выпилили и начали использовать MySQL. И конструкторы у нас тоже были не два подчеркивания констракт. Вот. Ну, вот с переходом на PHP 7 мы все это переписали. Это, в общем-то, было несложно. Это, скорее, было некоторый геморрой. Вот. Значит, что произошло, когда мы это все выложили на продакшн? Ну, на самом деле, мы сразу на продакшн не выкладывали. Мы сначала выложили на стейджинг. На стейджинге мы погоняли тесты, в основном селениум. Вот. Поправили все, что падало. Прогнали еще раз. Поправили еще, что падало. И вот так до тех пор, пока все не завелось. Количество итераций я не могу вам сказать, но их было несколько. После того, как у нас сайт начал стабильно работать на стейджинге, мы, соответственно, выкатили новую версию на пару машин из каждого кластера. Вот. И посмотрели, кто прибежит. Когда мы обновили кли, никто не прибежал. Никто даже не заметил, что что-то произошло. Для FPM так хорошо не получилось. То есть, как я уже говорил, на стейджинге мы проблемы, в общем-то, воспроизвести не могли. Мы их воспроизводили только на продакшне. Но мы буквально пару машин обновляли, поэтому, в принципе, пользователи, скорее всего, особо ничего не заметили, но зато заметили мы. И, как я уже говорил, с PHP-FPM вышло не так хорошо. Но в конечном итоге мы обновились. Ну и… В смысле, мы подчинили эти проблемы. И, соответственно, после этого мы обновились уже везде. И можно видеть, что деплой произошел где-то вот в этом месте. И график резко позеленел. У нас чем более зеленый регион на этом графике, тем меньше время ответа. Вот. Также это заметно на графике потребления CPU, то есть на графике AirUsage. Оно упало примерно в два раза. То есть запросы, в общем-то… Раньше было 100 миллисекунд процессорного времени на запрос в среднем. Стало 50. Употребление памяти упало вообще до нуля. А загрузка процессора на самом большом нашем ВВВ-кластере, который обрабатывает мобильные запросы, снизилась где-то с 70 до 30 процентов в пике. Так. Как мы получили миллион долларов, который был обещан в заголовке? Ну давайте посчитаем. Вот у нас всего 700 серверов для PHPFMineCластера. Они уже подходили к потолку, который имеет практически смысл. еще на продакшене использовать. Соответственно, нам нужно было бы иначе закупать сервера. А теперь мы можем не закупать 350 серверов, которые нам бы пришлось иначе заказывать. Каждый сервер – 4 тысячи долларов. В среднем, с учетом некоторой амортизации, мы получим как раз миллион долларов. Когда мы написали вот такие расчеты и опубликовали статью на Хабре, нам поступили комментарии, что, ребята, вы неправильно считаете. И, в общем-то, как оказалось, в принципе, товарищи из Хабра очень даже правы, то что мы ведь не собирались продавать сервера. Мы скорее думали о том, сколько нам закупать новых. И теперь мы можем выдержать двое большую нагрузку на 700 серверах. То есть мы сэкономили на самом деле в два раза больше. И это уже экономия составляет примерно 2 миллиона долларов. Ну и на хостинг, конечно, все. Это я здесь даже не учитываю. Спасибо большое, что решили послушать мой доклад. Я готов ответить на ваши вопросы. Спасибо. Я в онлайне обратил внимание, что люди внимательно читают слайды и спрашивают, что такое колобаш-тесты. Ага. Что такое колобаш-тесты? Для тестирования мобильных приложений не скажу про Android, но для iOS есть такой инструмент под названием колобаш. И он позволяет, по-моему, на симуляторе гонять тесты, которые вы сами пишете. То есть на реальном устройстве с этим есть какие-то сложности, насколько я знаю. Я этим не занимаюсь. Но вот из того, что я знаю, используется он для того, чтобы на симуляторе гонять автотесты. Я хотел спросить, вы сколько в итоге багов зарепортили в самих PHP? В PHP? Ну, несколько. Ну, то есть их было единицы. То есть остальное у нас либо мы могли сами пофиксить, скорее, полу-реквесты прислать. В общем-то все работало весьма неплохо. Потому что с семеркой, конечно, такая уникальная достаточно ситуация. Он дает настолько прямо ощутимое преимущество, что вот тот же переход, когда запускался четвертая версия, пятая, наверное, большинство разработчиков думали, что мы спокойно подождем версию 5.1 и так далее, уже спокойно перейдем. А семерка, она дает настолько явные преимущества, что хочется побыстрее. Вот мы сами сейчас, что CMS, что Bitrix24, мы переводим на PHP 7, у нас процесс идет прямо сейчас. В общем, насколько я знаю, разработчики уже, ну, как минимум, пару-тройку багов зарепортили, именно специфичные у нас там по продукту, которые явно вот прям в PHP, которые там силами своими у нас там не исправляются. Вот. И поэтому интересен ваш... Когда я разрабатывал софтмоки, я обнаружил забавное падение, по крайней мере, в PHP 5.5, что если вы через рефлекшн пытаетесь позвать деструктор, то PHP падает. Но вопрос, зачем вы зовете деструктор через рефлекшн, как бы тоже очень хороший. То есть я не стал, например, это репортить. То есть кажется, что здесь нужно код поправить в таком месте, например. Нет, там у нас даже несколько, по-моему, пару багов даже уже исправили. Не помню, уже их выкатили в очередных версиях или нет. Но как минимум, там точно написали, что все, да, принято, исправлено. То есть не подобного рода.